К 300 тоннам приближается общий вес пластиковых крышек, собранных в рамках экологической акции в России. В этой огромной массе есть вклады соровщан. В феврале в Центре образования собрали рекордный для Сарова объем пластиковых крышек – 120 килограммов. И это только за две недели. Сбор еще продолжается. В программе нашего работы «Экоотряда» есть разного рода акции, но почему-то в Сарове именно добрые крышки мало кто участвует. Мы решили, почему бы не бросить клич и не собрать этот бытовой мусор, который у нас отходы в каждом своей квартире, и сделать из этого действительно пользу. От 100 до 500 лет может занять процесс разложения пластиковой крышки в природе. При сжигании искусственный материал выделяет токсичные вещества, что тоже вредит экологии. Поэтому переработка – единственное верное решение, чтобы избавиться от мусора. Тем более, что вторичная переработка требует меньших затрат, чем первичное производство пластика. У экологического проекта «Добрые крышечки» две цели. «Сделать наш мир чище и помочь детям с ограниченными возможностями здоровья». В февральской акции в Центре образования приняли участие все школьники, а также педагоги и родители. Дети внесли просто огромными мешками, не просто какими-то маленькими пакетиками, а вот мешками огромными, маечками, коробками. Поэтому мы были, конечно, в шоке и отвезли отсюда вот эти вот 8 мешков, то есть по 15 килограмм. Проект «Добрые крышечки» существует в России более 4-х лет. Завод, который принял на переработку вторсырьев, взвешивает крышки и переводит средства на счет благотворительного фонда. Крышка весит всего 2 грамма, и себестоимость ее очень мала. Но все же, благодаря усилиям экоактивистов, только в 2020 году собрали более 80 тонн крышек и на вырученные 3 миллиона рублей приобрели средства реабилитации для 17 детей.